Сергей Вячеславович, здравствуйте! Здравствуйте! Большое вам спасибо, что согласились встретиться и ответить на несколько вопросов об искусстве фотографий. Но есть такие наживки, у которых всякий профессор зайдет на ура и заглотит золоченый крючок до самого хвоста. А уж знаменитые ромы, которым я испытываю вообще огромную слабость с ранней юности, тут уж вообще нет просто никаких комментариев. Конечно, интересно поговорить и о роме, и о фотографиях, и вообще про историю фотоискусства, которое испытывает сейчас не совсем, скажем так, лучшие годы. Дело в том, что если начинать по порядку, то есть с рома, то я впервые попробовал ром в самой циничной форме, но в смысле до потери сознания, где-то лет в 13-14. Почему? Потому что тогда было сказочное время. Не в том смысле, что социализм и отсутствие закуски. Нет. Было в другом смысле. Была эмбарго в отношении Кубы и кубинские выдержанные ромы. В любом сельпо можно было купить ром семилетний, чёрный ром, ароматный, 7 лет выдержки, космический напиток. Я уж ром про дешёвку не говорю. И это-то стоило где-то 3,5-4,5 рубля – это максимум. Бутылка коньяка стоила 3 звёздочки, по-моему, грузинского, 4 с копейками. То есть напиток совершенно космический. Поэтому, конечно, сразу же дело пошло на лад. Потому что ром, вот этот вот, который запрещён эмбарго, ещё вот такие штучки под названием сигары. Это у вас какая? Ну, это в данном случае у меня гондурас, но хендмейт. Я надеюсь, что её облизывала толстыми, синюшными губищами жирненькая африканка, так заклеивая кончик. Ну, это мечты, мечты. Я уже стараюсь. Мечты их ещё катают вот так вот руками. Да, да, да. И там есть, как мой один знакомый, есть шанс найти волосок с африканской ляжки. Поэтому, да, там есть свои тонкости. Да и, короче говоря, вот представьте себе, юность в Советском Союзе моя прошла под таким, под эгидой Рома, выдержанного. Я в основном пил семилетний, честно говоря. Хотя бывало и покруче. И сигар, который стоили смешные деньги. Там дабл корона стоила 35 копеек. Ну, очень даже напрягшись, сдать можно было три пустых бутылки и получить сигару. Ну, бутылка стоила 12 копеек, сигара 35, ещё копейка оставалась на минеральную воду. То есть времена были специфические, поэтому и привычки возникают очень специфические. А что здесь у нас с вами? А это уникальный доминиканский ром Матусалем Инсалита. Уникальный он, на самом деле, тем, что это, пожалуй, первый ром, который выдержан в бочках из-под красного вина испанского региона Риоха. Ну, испанский регион Риоха мне очень знаком. Получается так, что там часть спиртов выдержана три года в бочках из-под темпронилья, такого вина, и часть спиртов выдержана в бочках из американского дуба в солерной системе. Понятно. А розовый цвет, он натуральный, без специального подкрашивания. Это опил очень много рома, самый старый ром, который... Пятилетний ром. Никарагуа, как ни странно. Изумительный напиток. Но я его приобрёл, когда был в Южной Америке. Но это просто сказочная вещь. Там я его отсыдил довольно долго. Но наслаждения вкусовые и обонятельные, конечно, феноменальные. Ну, рома 15 лет, как правило, даже называют ром-коньяк. Ну, в общем, да. В роме есть своя прелесть, потому что в нём можно... Его можно пить так. А самое главное, что ром подешевле, не такой, конечно, роскошный, а его можно использовать для изготовления грога. Но это отдельная история. Я вам обещаю, что когда-нибудь я встану вон там за стойку и сварю этот грог. Мы соберём ценителей настоящих. И я сделаю этот секретный напиток, который надо пить только горячим. И попробуйте ощутить, совершенно другие настроения, потому что это прекрасный напиток. От него, возможно, лёгкость невероятная, как от шампанского. И хмель столь же быстро происходящий. Я расскажу, откуда я взял этот рецепт. И мы попробуем. А пока могу сказать про этот ром. Ром, конечно, пахнет он очень, очень чистый запах, как слеза младенца. Я, честно говоря, боялась сначала вам предлагать для дегустации именно этот ром, потому что я подумала, что это женский напиток. Нет, нет, нет. Но в итоге оказалось, что у нас в клубе очень многие мужчины оценили его как... Ром роскошный. Должен сказать, что... Да, я не пил такого изысканного рома. Да. Это, конечно, сказочный напиток. Итак, кто его сюда умудрился завести? Это наши партнёры. Торговый дом Рома. Торговый дом? Арома. Арома. Молодцы. Ну, что я могу сказать? Хорошие ребята. Это очень лимитированное здание. Я не знаю, мы немножко отошли от искусства фотографии, но мы сейчас к нему вернёмся. Нет, но мое искусство фотографии началось ровно тогда, когда я стал тестировать Рома. Потому что как-то фотография, она без, скажем так, эмоциональных стимуляторов плохо развивалась в те времена. Ну, во-первых, потому что занятие плёночной фотографии это очень токсичное дело. Потому что все проявители – это яды. Причём серьёзные, причём такие, от которых долго не живут. Поэтому искусство в данном случае почти столь же опасное, как батик. Но если вовремя промывать оптические сосочки Рома… Да, будет Ром. То с этим можно смириться. То есть фотография началась, если, так сказать, как я понимаю, вас же интересует, с чего? Начал сходить с ума профессор? Ну, я начать, если честно, хотела с того, чтобы спросить вас как раз не как фотография началась вообще, а как начали заниматься вы научной и художественной фотографией. Потому что в Гугле или там в Яндексе, к сожалению, ничего у вас нет, никакой информации. В книгах предисловия крайне лаконичны, ничего лишнего. Поэтому если рассекретите, у кого учились… Запросто. Не всех могу назвать, у кого учился, но рассекреть – рассекречу. Значит, дело в том, что в советские времена, а речь идёт о 60-х годах, это надо понимать в масштабах фотографии, и почему люди там старшего поколения неровно дышат к ней. Потому что, например, в 56-й, 60-й год производилась и продавалась фотографии, фотографических аппаратов миллион в год. Вы понимаете, что это больше, чем автомобилей во многих европейских странах. И причём Зверев, знаменитый организатор производства фотографических автопаратов на Красногорске, он сказал, «Мы сделаем так, что наш «Зенит» будет продаваться во всём мире». И сделал. Он сделал камеру, которое продавалось в Англии, которое не отличалось по качеству от очень многих западных образцов, а если отличалось, то в лучшую сторону. То есть он действительно совершил большой научно-технический подвиг. Много было заимствований? Да, много. Много было вывезено технологии из Германии? Много. Так нечего в Россию приползать. Я думаю, что сейчас мы сделаем то же самое. Если они будут продолжать в том же духе, я думаю, многие технологии фирмы «Лейц» опять окажутся в Красногорске. Я бы им советовал прекратить безобразие. Ну, нам будет неплохо. очень даже неплохо. Так вот, несмотря на огромное заимствование технологий, очень много чего делалось самими. Там был знаменитый объектив «Орхидея», который был лучше, чем «Сумикрон», ну и много чего другого. Оптика и фотоаппарат развиваются благодаря любителям. Если много любителей, которые покупают эти самые камеры, надо сказать, что «Зенит» стоил от 65 до 98 рублей с простеньким объективом, и их было не купить. Почему? Это же очень важно. Потому что интерес к этому был огромный. Почему? Потому что развлечений было мало. Никто в интернете к носам не клевал с утра до ночи, не смотрел глупости со всякими идиотами, а пытались делать что-то сами. Какие были развлечения? Шахматы? Это смешно. Это определенный национальный бизнес, не будем вмешаться. Значит, были другие... Секунду. Все. Были другие развлечения, там музыкальные. Пожалуйста. Да, это было все очень интересно. И там интересная музыка, она, значит, продавалась на таких больших катушках этими спекулянтами около ГУМа, которые вытаскивались из-под катушки и продавали записями лучших западных там всяких ансамблей, записанные с хороших магнитофонов, там типа ревокс, с хороших проигрывателей и, значит, распространяли. Немного было развлечений. Футбол. Ну, футбол, там проблема. Крупные матчи показывались редко и попасть на них было сложно. Хоккей. 70-80-е неплохо развивался в хоккей и наши выигрывали там все подряд, благодаря тому, что боролись не за деньги, а за страну. Это, в общем, важный момент. А вот взрослому мужику, состоявшемуся, причем даже состоявшемуся в профессии, в общем развлечении было немного. Вот приведу пример. У меня был знакомый, фотограф-любитель, который был военным врачом еще во время Второй мировой войны. И когда они взяли Берлин, значит, он был на Втором Белорусском фронте, он с разгромленного фотомагазина снял с витрины объектив «Суммикрон» с дыркой полтора. То он им проснимал всю жизнь и в конце 90-х, в начале 90-х подарил его мне. И я им еще снимал 30 лет. То есть даже люди, состоявшиеся, это был очень известный хирург, практикующий, кардиолог, который ни в чем не нуждался в силу своей профессии, но ему хотелось какой-то оттяжки. То есть хотелось то, что на Западе называется хобби, то, что у нас увлечением называлось, личный интерес, ну, что-то поделать самому руками. Ну, кто-то там вырезал эти как их шахматы, кто-то раскрашивал этих солдатиков, кто-то, ну, люди попроще, потупее коллекционировали бриллианты или царскую ювелирку. Ну, понятно, с какими целями. У них там была веселая жизнь, они убивали друг друга, в том числе и правительство этому часто. Ну, в общем, так было, всем было интересно. Ну вот, а для массового человека, то есть для массового, скажем так, потребителя свободного времени, вот оно появилось, это свободное время, советские времена, подрабатывать было сложно. Я помню, как для того, чтобы просто преподавать, подрабатывая, работая в научно-исследовательском институте, я был вынужден давать взятки начальнику отделов кадров. Вот такие вещи практиковались в Совдепии. Забыли, господа? Напоминаю, это было не очень приятное время. Поэтому более-менее автономное, независимое занятие, как для инженера, так и для врача, даже известного, там, для ученого, это было, как правило, вот такие развлечения типа фотографии. Почему? Ну, во-первых, это не научно-технический подход, то есть ты должен много чего уметь. Например, цветной фотографией в 60-е и 70-е годы занимались единицы. Там уж химии было полно, но это ж надо было сколько труда приложить. Нужны были специальные фотоувеличители с цветными стеклами, которые позволяли корректировать цвет. Потому что фотобумага была жуть, венгерская, старались доставать. Там слайдовая плёнка тоже орвохрома, фомохром, венгерская и немецкая ещё были более-менее наши, тисьма, тасма. Это что-то было запредельное. И то, что выпускалось, цвет вообще никак не передавало. То есть были проблемы с одной стороны и такие бытовые, а с другой стороны и рукодельные. То есть для того, чтобы получить хорошую мурзилку, то есть фотографию, человек должен был попотеть. И поэтому родственников, конечно, ближайших, никто в ателье не снимал. Все снимали друг друга. Делали альбомы такие, куда вклеивали фотографии любезного сердца. Такие треугольнички ещё были. Треугольнички продавали отдельно, монтажные уголки назывались для фотографий. То есть всё это сделало такую субкультуру из фотографий. Там были постоянно мелкие жучки. Было два комиссионных магазина. На Новослободской один сразу напротив метро перейти, а в другой недалеко от зоопарка. И вот там эти барышники ходили в таких модных очках, трясли этими фильтрами или привезёнными, или сворованными здесь камерами. Там целая была шайка разбойников, которые продавали одни и те же камеры провинциальным фатуром. Но мы их грабили по дороге, потом опять продавали. Ну, в общем, это ужас на самом деле. Об этом можно писать потрясающие детективные романы. Я в этой во всей кухне варился, и поэтому очень себе хорошо представляю, что было в той самой Совдепии. Так вот, с чего началось? Как все родители, мой отец, да ещё к тому же, так сказать, был близок к искусству, скажем так, мягко, он увлекался тоже фотографией и тоже дома печатал. Хотя у нас была очень, скажем так, стеснённая жизнь в том смысле, что у нас не было отопления, водопровода и даже канализации. Мы жили в самом центре Москвы, где в начале 19 века не было принято иметь такие удобства. поэтому мне приходилось ходить за водой, топить печку и прочее. Поэтому фотографией заниматься довольно трудно было, потому что воды просто нет, её надо носить вёдрами было. И по этой причине это было очень так затруднено. Хотя с крыши уже были видны звёзды Кремля. В таком месте я жил. Это после войны, наверное, да? Я не после войны родился, я спустя 15 лет после войны родился. Но тем не менее, это было с 19 века. Дом был построен моим прапрадедом ещё после наполеоновского нашествия. Ну, не наполеоновского, там вся Европа опять собралась вместе, чтобы получить от нас по заднице очередной раз. Ну, как сейчас. Так вот, фотографии было заниматься сложно. То есть, ты мало того, что должен был освоить фотографию, ты ещё должен был и воды натаскать, и печь протопить, ну, и прочие всякие удовольствия. Но тем не менее, поскольку я всё-таки в юности из-за впечатления произошло, что вот, значит, отец занимался, когда я увлёкся всякими биологическими упражнениями, оказалось, что в мире зоологии и потом и анатомии оказывается, не существует никаких способов фиксации, документализации, иначе говоря, событий, кроме кино и фотографии. Ну, и я, как порядочный человек, стал осваивать ту часть профессии, без которой я, соответственно, существовать не мог. Без фотографии, там, в биологии 70-х, 80-х годов делать было нечего. А в эмбриологии и там, в зоологии, скажем так, без кино делать было нечего. То есть это, если человек приходил, туда, этого ничего не умел, то он, значит, вот ходил, там такие ходили, понурые коллеги дебельноватого вида, которые ходили, ныли, всё время, что им это надо сделать. Это были фотолаборатории, было даже кинолаборатории в научно-исследовательских институтах, но то, как они работали, это, конечно, отдельная песня. Ну, за исключением некоторых. Всегда есть исключения. Поэтому я вынужден был осваивать всю эту технику. Но это всё продолжалось до тех пор, пока я не пришёл работать в Институт мозга в Москве. Значит, это отдельная история. Там работали, там была фотолаборатория, в которую, конечно, я попал, поскольку мой шеф Вадим Петрович Зворыкин, он тоже увлекался фотографией с раннего детства. Но он был таким воспитанником старой школы, о которой ещё пойдёт речь, когда мы коснёмся великих фотографов прошлого. Кстати говоря, перед нами горгонзолы, уважаемые слушатели. Завидуйте, потому что Трушин в Сергиевой Заводе продаёт её сейчас не всем. Всем не хватает. У меня есть. Замечательный сыр. Ну, это горгонзолы я итальянцам давал. Эти несчастные пускали такие длинные слюни, как мой рыжик, пёс. Потому что они продолжают хулиганить в своей талии и делать это всё из порошкового молока. Я это категорически отрицаю. А в Сергиевой Заводе все сыры делают из свежего молока. Ну, купите, сравните, почувствуйте разницу. Доказывать ничего не надо. Ну, если у вас есть вкусовые сосочки, ну, как фотографии тоже. Мне иногда говорят, зачем, когда вот айфоном снимаю, ну, я говорю, ну, если у вас нет глазков, вы бы занимались хоровым пением. Ну, зачем вы лезете в то, в чём ничего не понимаете? Если вы не можете отличить большую фотографию, сделанную айфоном, и профессиональной камерой, и отличить цифровую камеру от плёночной, вам, наверное, не стоит заниматься никаким визуальным искусством. Идите что-нибудь такое делать незатейливое. Пойте, вот, воруйте по карманам. Это как-то по вашей профессии. А зрительное искусство для вас недоступно, и обсуждать тут, в общем-то, нечего. Так вот, как было дело дальше? Получается, вы учились опытным путём? Сначала да. Ну, сначала, как все... Ну, есть книжки вообще, многие их умеют читать. Многие нет. Да, Ютьюба тогда точно не было. Ютьюба не было, но были книжки. Для начала это 25 уроков фотографии Микулина. Микулина? Микулин, да. А до него был такой ештолт-говорко, с которого Микулин аккуратно всё содрал. Был ещё знаменитый фотограф Ержемский, который самоучитель для фотографии вот такой толщины делал до революции, а выдерживался по-моему, 4 или 5 изданий. Изумительные книги. Там всё. Даже как ручки класть дамочкам, чтобы они выходили такими нежными и не такими гадкими. То есть много чего полезного. То есть там специально посвящено... Вот Микулин взял по советским технологиям так отжал лучшие дореволюционные издания. Ну, я думаю, что у него потом позже отжал ещё не один другой писатель. Ну, вот мир насекомых давайте... Мир насекомых начинается с 90-х годов. Он... Это интересно, но я энтомологией давно не занимаюсь. Поэтому мне как бы мир этих существ... Как снимать цифровой... Это... Это за грани просто. Или курсы цифровой фотографии. цифровой фотографии. Да, но я понимаю, как-то с девушками надо знакомиться. Я тоже не против, но они до такой же степени. Это просто какой-то сперматотоксикоз. Ну вот. Дальше какая история? Вот работая уже в Институте мозга, я познакомился с теми, кто ещё учился у немецких. Фотографов, тех самых, которых привёз с собой Оскар Фохт, которого пригласили в Москву для изучения мозга Ленина. Там было два фотографа, у них учился семья памятника не меняет Кондрашов. Классик у него есть. Он такой был непубличный человек, но блестящий фотограф. Он... У него есть даже книжка про макрофотографию. Почему? Потому что он много снимал макромозгов и микроскопически. Это были чудесные фотокамеры 50 на 60 сантиметров с растяжкой меха до 4 метров. Это замечательно. И этими изделиями я ещё пользовался. Соответственно, и, конечно, когда тебя, ныне уже покойная, Марина Виноградова, Марина Николаевна Виноградова и Андрей Федорин меня приобщили к этому делу. Они очень добросердечно отнеслись к моему интересу. И показывали, рассказывали о фундаментальных принципах, которые лаборатория унаследовала с 20-х годов ещё, с времён Фохта, потому что почти до войны руководила институтом. И, соответственно, все были на месте. Это была, конечно, такая очень серьёзная школа, поскольку я-то занимался до этого чисто прикладными, а здесь высочайший класс научно-технической фотографии. Ну, давайте я сейчас даже себе подолью этого живительного напитка, и их можно помянуть. Я имею в виду Марину Виноградову и Кондрашову, которые, собственно, говоря, оставили гигантский след в научной фотографии, особенно в нейробиологической памяти их. Но к чему научившись, особенно в техническом отношении, я, естественно, перешёл с той узкой плёнки, которая была доступна всем любителям, на уже форматные изделия. То есть речь идёт о камерах, вот которые здесь стоят, одна и вторая. Я специально притащил две старых камеры, которые имеют формат 13 на 18 сантиметров, то есть достаточно большой. И уже с этим негативом цифровые камеры стягаться не могут. То есть кто-то смотрел мои ролики про искусство фотографии, тот знает, что я сравнивал такие, как самые современные, самые лучшие фотокамеры фирмы лейтс, самыми продвинутыми матрицами и самыми лучшими объективами, которые разрешают хотя бы 50 мегапикселей. Зачем выпускать камеру 50 мегапикселей? Я намекаю на фирмы Кэнон, Никон, Минольд, а остальные вообще разговора нет. Если вы не можете сделать объектив, который разрешает матрицу, это смешно. Это чистые маркетинговые дела к фотографии, не имеющей отношения. Лейтсу делает всего три объектива, которые имеют разрешение достаточное, чтобы реализоваться в матрице 24 на 36 мм. Всё остальное это фикция. Тут я проверял непосредственно на тех самых мирах, которые использовались на самом деле в той или иной степени на оптических скамьях ещё в Германии в начале 20 века. И обсуждать в общем нечего. По этой причине большой формат, особенно в те времена 80-е годы, то есть форматная плёнка большого размера, максимальная, на которую я снимал, забегая вперёд и снимал много, это 50 на 60 см. Это хорошего качества негатив. Единственное, с ним тяжело, потому что он всегда стеклянный, иначе покоробится. То есть он должен быть ровным. И с ним тяжело его проявлять, потому что, ну, понятно, стекло такого размера – это отдельная история. Ну и печатать тоже есть проблема некоторая. То есть нужен контактный прибор большого размера. Но цель фотографии не в том, чтобы хвастаться большими размерами, а чтобы получать результаты. Можно снять чем угодно, главный результат. Что же даёт форматная фотография? Вот эти камеры две. у них объективы очень простые, как песня. Никакого сравнения с современными. В одном случае это цейсовский, в другом случае вообще американский с пневматическим затвором старинным. Но речь идёт о том, что формат кадра такой большой, что его не надо потом увеличивать. Это раз. То есть и на единицу площади передаётся большое количество полутонов. вот с этим современные цифровые камеры справиться не могут. Они, да, я сравнивал, например, самый лучший за всю историю плёночной фотографии Хасельблат, плёночный, 16 см, 503-й, последний модель. И самые лучшие объективы этой серии, которые уже давно не упускаются, являются шедевром оптики. С современной лейкой монохром R10. Ну и что? Лейка кроет 6 см где-то в 3 раза. То есть она работает в 3 раза лучше. Но вот такой уже формат, который заряжается вот в такую вот кассетку, уже никакая лейка, к сожалению, покрыть не может. количество полутонов на площадь и даже при небольшом разрешении количество пикселей такое, что у лейки, да, конечно, надо сделать камеру с разрешением где-то в 125-140 миллионов пикселей на матрицу. И, соответственно, такой объектив, что оптически невозможно. Здесь есть просто физические ограничения. То есть сделать объектив хороший можно, он стоит от 10-15 тысяч долларов и вверх, но лучше уже нельзя. То есть все, вот у меня есть объектив, например, 35 миллиметров с светосилой 2. И в нем нет вообще ни одного неосферического элемента. Это шедевр оптический такой. Ну и только-только на 50 мегапикселей. Поэтому единственный путь увеличения формата. Именно поэтому до сих пор для ценителей изящных искусств выпускается вот пленочка Илфорд такая вот. После съемки на нее получаются негативы. Те самые, которые я потом печатаю контактным способом или с увеличением. Вот один из таких. Он так выглядит. Это пленочка мягенькая, это не стекло, с этим просто бороться. Кстати говоря, у нас сохранилось до сих пор производство Переславли-Залевском стеклянных пластинок. А в стеклянных пластинок. Что особенно хорошо. То есть я там покупаю пластинки большого формата 30 на 40 и 24 на 30. И с них уже можно делать действительно шедевры, потому что можно регулировать яркости, плотности, цветность. Можно заказать с нужной спектральной чувствительностью. Ну а так я печатаю фотографии, делаю. К сожалению, у меня нет возможности так развлекаться сильно. Но тем не менее, я восстановил вот такие паспорту. Видите, это наш председатель секции арт-фото. Ну вот. и делаю такие фотографии контактным способом. Да, конечно. Почему-то на этих фотографиях у нас фигурируют лица, а не рожи. Да, очень, очень совершенно другого типа. То есть лицо получается по-другому. Здесь надо понять, что совсем другие принципы были положены в основу портретной фотографии. в далёком начале XX века, когда это было основное занятие. Дело в том, что считалось, что нужно производить очень точное, но художественное произведение делать. И оптика выпускалась для этих целей. Не то, чтобы гордо сказать, о, у нас разрешение огромное, о, у нас цветопередача хорошая. Нет. Чтобы лицо было похоже. И для этого существуют свои приёмы. Кстати говоря, на будущий год, ещё подписка не объявлена, но выйдет книжка в серии искусства фотографий, которая будет так и называться «Портрет». О, наконец-то! Да, давно она была в проекте, ещё в 2016 году. Но вот, я уж не думал даже, что мне его удастся закончить, но тем не менее сделано. Она будет в двух томах, но сначала первый том. на второй посмотрит издательство, как будет расходиться первый, потому что книжка, печать всё дорожает. В общем, такого типа издания нацелены это не для дураков, которые щёлкают айфоном, они рассчитаны на любителей настоящего искусства и настоящих портретных изображений. По этой причине будет очень ограниченный тираж, ну и, наверное, будет подписка какая-то. Как-то так. Тогда да, там я разбираю просто вообще смысл возникновения фотографий. Фотография возникла, благодаря портрету. Кстати говоря, что хотелось? Хотелось любезный сердцу предмет. запечатлеть и носить на сердце. Первые до геротипа такие были. Ну, как раз коробочка такая с бархатом и всё. Но как бы что касается объективов, там начиналось немножко с другого же? Нет, нет, нет. Там вначале всё началось, всё это враньё про великого прохиндея Пицвалия, это даже нечего вспоминать. всё началось с Шевалье. Шарль Шевалье, который прославился тем, что он выпускал очень интересные устройства. Я не могу про это не сказать, потому что в современной мифологии образования существует масса дури. Ну, во-первых, я не понимаю, почему до сих пор не сидят люди, которые ввели ЕГЭ, как-то непонятно для меня. Я бы хотел их видеть за решёткой, потому что это антигосударственная деятельность в прямом смысле. Это раз. А во-вторых, ссылаясь на старое образование, очень любят говорить, вот осмотрите, как люди были прекрасно образованы. они брали и тут же мгновенно на манжете даже стихи такие есть дурацкие рисуют портреты возлюбленных. И как похоже вот это образование. Давайте выпьем за очередную мифологию. Всё это враньё от чистой воды. Потому что Шевалье, тот самый, который создал первый объектив для Дагеротипии, он до этого выпускал разные оптические приборы, в том числе телескопы. И он является изобретателем ахроматического объектива для телескопов, который состоит из двух линз отрицательной и положительной, которая снимает максимальное количество аберраций. Такой же объектив стоял и в первых Дагеротипах, которые, кстати говоря, в Москве уже в продаже появились в 1839 году осенью, то есть в год открытия фотографии, и продавались на Кузнецком. Кстати, они дешево. Тогда они считали, что это развлечение для того, чтобы снимать ландшафт. И портреты еще не умели, еще не придумали усиливать чувствительность Дагеротипных пластинок с помощью йода. Ну, это так, к слову. Так вот, Шевалье, он чем отличился? Он придумал очень важный инструмент, который пользовался высшим обществе огромной популярностью. Никто из этих балбесов, которые ничего, кроме как плясать и, значит, дамам говорить всякие скабрезности, никто из них рисовать не умел. Но Шевалье добавил им привкуса нежности. Он придумал рисовальный аппарат. То есть садилась дама, дальше полупрозрачное стекло, ахроматический объектив. А у потенциального возлюбленного, ну, или как там, был листочек бумажки. Он клал, привинчивал струбцинкой к столу эту штучку, на такой палочке была. И, значит, глядя через полупрозрачное зеркало на бумажку, рисовал, дамочку. Получалось очень точно, ну, как же рисовальный аппарат. То есть это был такой макро-рисовальный аппарат, который Шевалье выпустил в продажу. И вот эти все гормональные самцы аристократического общества, они набросились на это и стали, конечно, в тихом месте рисовать портреты возлюбленных дам. Так что вот эти все сказки про то, что вот как-то возлюбленный князь Н нарисовал графиню М за 10 минут. Ребята, за вашу глупость я сочувствую, уважаемые слушатели, вашей впечатлительности. Так вот, что было дальше. А дальше вот эти самые ахроматические объективы, изобретенные Шевалье за 20 лет до открытия фотографии, они стали ставиться на дегеротипные камеры, которые, в общем, были нужны для того, чтобы снимать портреты. И дальше вся эволюция фотографии это было развитие портретной съемки. Поэтому книжкой называется «Портрет искусства фотографии», потому что именно изображения человеческие были основным источником заработков всех фотографов всех времен. Что, собственно говоря, сейчас утрачивается из-за того, что можно друг друга снять с помощью простейшей лепезодрической лабуды. Какие дальше вопросы? Так вы начали получается с научной фотографии, а когда стали заниматься художественным фотографированием? Здесь непонятно, что раньше. Потому что первоначально художественная фотография была такая простая бытовая на пленку на узенький кадр. Но когда я понял, что этого, мягко говоря, недостаточно, когда я посмотрел фотографии действительно больших мастеров, здесь надо оговориться, большой мастер – это не тот, кто делает репортажную съемку. Сразу же скажу. В истории фотографии было два ужасных периода. Первый период, когда чисто художественная фотография превратилась в информационную, то есть репортажную фотографию. Никакого отношения к искусству эта вся лабуда не имеет. И все эти конкурсы, лог, пресс, фосфор, фото, кто там снимет того, как человек выпрыгивает из окна с двадцатого этажа, или кто там покажет отрезанные головы в Вьетнаме. Вот это все мерзость. И особенно вредоносная организация была это агентство «Магнум», которое возглавлял кортье Бресцор, придумал и создал. То есть эти пакостники попытались заменить в Европе художественную фотографию с помощью репортажной фотографии. То есть они хотели придать репортажной фотографии значение собственно говоря художественной. То есть осмысленную фотографию они пытались заменить подглядыванием замочную скважину. Вполне понятно, что это катастрофа. И в Европе они таки с помощью вот этих убогих приемов, то есть съемки этих разрезанных лобков, простите меня, как у нас тоже такие журналисты были в 90-е, они попытались навязать вот это, вот этот образ фотографического искусства. То есть репортаж на самом деле он долго и упорно сражается с художественной фотографией. Меня не интересует репортажная фотография, она никакого отношения к художественной фотографии не имеет, потому что посмотренный момент может быть снять любым бездарным фотографом за свою жизнь многократно. Подсматривать и осмысленно создавать образы это две разные вещи. Поэтому здесь сравнивать нечего. Вот в Европе агентство «Магнум» уничтожило практически художественную фотографию нацело. Все журналы 80-70-х, 80-х годов это было сплошное репортажное Шушера. Ничего интересного там не было. Сохранилась художественная фотография в значительной степени в Америке благодаря тому, что до 80-х годов дожил Ансел Адамс, такой большой мастер фотографии. У него были свои там заморочки, еще у Эстон знаменитый. То есть там целая плеяда классических фотографов. И когда я дорос до того, что стал смотреть их работы, до меня дошло, что репортажные и художественные фотографии это две больших разницы. И поскольку репортажные фотографии достаточно убогые, вопрос техники. Я даже одно время подрабатывал, так сказать, что называется, дежурным фотографом. Я знаю, что это такое, и для чего это делается и как, и какая цель и задача для этого. Это другой образ жизни. Это другое мировоззрение фотографическое. И для этого сейчас все очень хорошо приспособлено. Цифровые камеры, там все это чик-пук и отправил. Речь идет о другом. Пленочная или даже цифровая высококачественная фотография это образ искусства. своеобразного такого, скажем так, научно-технического. Но это не ремесло репортера. Это разные вещи. У них мировоззрение другое, они глядят по-другому. И дискутировать здесь бесполезно. Репортажная фотография – это репортажная фотография. Бесполезно объяснять человеку, который, как я уже говорил, не видит то, что надо видеть. Вы много видели ценителей импрессионистов или голландцев старых? Ну, немного. Почему? Потому что для того, чтобы оценить то, что человек видит, он должен иметь устройство мозга такое же или близкое к тому, которое было у создателя. А если мозгов вообще никаких? Тут уж извините, приходится смириться мурзилками и произведениями Олта Диснея. Вот тут достаточно. А как же словить момент, который никогда не повторить? Это тоже есть такой талант людей, репортеров, которые умеют чувствовать такие моменты? Вы знаете, я могу назвать десяток фотографий всех знаменитых, которые как бы пойман момент, это чисто постановочная с десятого раза снята. Это знаменитые об окончании войны, как-то там матросик или кто-то солдат целуется там с девушкой. Постановочная, занудная фотография. Есть и на настоящие честные фотографии. Есть честные, очень мало. Я в советских временах видел, как снимается документалка для Первого канала и как снимаются фотографии для газетки «Правда». Никакого отношения к реальности это не имеет. Ну а поставить цель, запечатлеть в какой-то момент, это может быть частью искусства? Тогда за это надо платить так, чтобы человек всё оставшееся время мог ждать этого момента. А этого я не наблюдаю, я вижу совсем другое. Поэтому репортажная фотография, с одной стороны, это большая фикция, а вдруг, с другой стороны, это достаточно примитивное ремесло, которое никакого отношения к художественной ценности не имеет. Бильд-редактор всё равно потом отберёт. нет, но есть люди, которые этим всю жизнь занимаются и гордятся. Я не в восторге от снимков карте Брессона, мне кажется, что они, мягко говоря, ну, не то, что не очень талантливые, а умеренно бездарные. Ну, спрашивайте, чего ещё я, где я ещё провинился. На самом деле напрашивается вопрос, касаемый того, что плёночная фотография, я так понимаю, что уходит постепенно из жизни, но форматно есть надежда, что останется. Но останется элитарным искусством, некоммерческим, что вас, несомненно, радует, я знаю. Немножко не так. Вы так в книге свои написали. Да. Могу даже цитату привести. Я как ПЛНР приготовилась с цитатиками. Да, нет, цитата правильная, всё верно. Да, конечно, я очень радуюсь тому, что развивается цифровая фотография, я очень радуюсь тому, что наконец-то был поставлен жёсткий забор между репортажным вот этим безобразием, который, да, актуально, да, для важности, и минутное искусство для телевидения, для журналов, которые тоже вымирают со скоростью звука. Да, это всё очень хорошо, но вот эта вся шушера, которая не умеет фотографировать, не умеет думать на эту тему и не хочет агрессивно думать на эту тему, наконец-то смывается из области фотографии. То есть фотография превращается в некое информационное поле, визуальное, которое, кстати, часто плохо дополняет видео, потому что видео побеждает, что лучше движущуюся картинку, чем недвижущуюся. Ну, как дети люди, как дети. Поэтому я думаю, люди не как дети, люди как обезьяны, не надо перехваливать. Обезьяне нужно, чтобы объект бегал в кадре. Ну вот, примитивизация мозга, это отдельный разговор, примитивизация мозга наших современников и способность выживать круглым идиотом в достаточно агрессивной среде, ну, во-первых, скоро кончится. Я должен всех предупредить. Тренируйте мозг, пока у вас есть на это время. Это скоро пройдёт. А дальше какая ситуация? Ситуация такова, что, естественно, и цифровую фотографию, вот такую, убогую, айфоновскую, вытянет, конечно, видеосистема. Это будет дополнительный источник информации визуальной, поскольку обезьянки, то есть мы с вами, мы визуальные существа. У нас значительная часть мозга этим занимается. Будет это продолжаться? Да, будет. Да. Но любительская фотография от слова «лубитель», ну, как было написано на такой камере 6 на 6 сантиметров, «лубитель 2» латинскими буквами, очень весело. У меня была такая камера, я страшно развлекался по этому делу. Вот эти вот лубители наконец-то исчезнут. Их заменят какие-нибудь гиперавтоматизированные системы, которые, там раз, нажал кнопку и всё в автомате. Ну, как в своё время эти плёночные СЛР-овские камеры, когда там всё автоматически экспозиции, выезжал. Ну, таких фотографов на Западе было, как грязь в распутице. Ну, у нас тоже. То есть они так и не научились фотографировать. А сама фотография, особенно плёночная, особенно форматная, конечно, переходит в элитарное искусство. То есть это, во-первых, искусство элитарное, а во-вторых, простите меня, не для бедных. Если человек думает, что можно заниматься... Второй ещё вопрос, что плёночные, вы говорили, что плёнку сейчас выпускают уже совсем не того качества. Да, и плёнка не того качества. Может быть, слайды ещё сохранилось где-то производство достойное? Ну, 4 на 5 дюймов в Фуджи делает хорошую плёнку пока. Тоже партия от партии. Но я думаю, что как элитарное производство это сохранится. Ну, потому что нельзя, понимаете ли, ну, нельзя отказаться от производства 15-летнего рома. Что-то мне подсказывает, что элитарные вкусовые ощущения, обонятельные и зрительные, они будут существовать сами по себе, независимо. Есть на них спрос, нет на них спрос. Потому что всегда есть небольшое количество людей, которые достаточно сообразительны для того, чтобы у них в руках накопилось достаточно денег, для того, чтобы такие вещи поддерживать. То есть, которые ценят свою жизнь до такой степени, что, понимая её конечность, готовы потратить много денег на то, чтобы был хороший сыр карканзола, был хороший выдержанный вискарь, хороший, старше 12 лет. те, которые понимают, что вискарь – это не ром, и надо ром тоже такой производить. Вот эти люди, они поддерживают на самом деле то самое маленький огонёк горения человеческой цивилизации, о котором мы говорим, что это высший класс, гамбургский счёт. То есть, это то, чего достигло человечество и чем можно гордиться перед инопланетянами. Потому что водка и кжелка очень трудно гордиться сигаретами парламент. Очень трудно гордиться перед инопланетянами. Могут не понять. А вот сигарами, там, грин-дженерал и, там, вот таким замечательным ромом… Мату-салем. Как? Мату? Мату-салем. Инсолито переводится с испанского как «необычный». Да, ну, Мату-салем. Что, пожалуй, вполне оправдано, потому что… Да, необычный. Это первое как выбежать дома в линдых бочках. Радо, что вам нравится. Может быть… Я с большим удовольствием пью. Сделаем перерыв на сигару? На сигару перерыв? Да. Да, это хорошая мысль. Сейчас этим и займемся. Зато зрители скажут, вот видите, девушка и не мешает. Ну, после того, как мы покурили и выпили на воздухе, конечно, хочется продолжить ответы на вопросы. Я слушаю. видите, друзья, как приятно беседовать с умным человеком. Так, готовишься, готовишься, выписываешь цитаты, выслеживаешь все ошибки, а потом оказывается, что на самом деле… Главное, вы сами. Сергей Вячеславович все скажет развернуться подробно и сразу в одном практически ответе. Это замечательно. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. Но еще осталось буквально пару вопросов. Преподаете ли вы сейчас где-то фотографию? Нет, я не преподаю. Искусство фотографии. Искусство фотографии я не преподаю. По моим книжкам учатся фотографии в Афгике, ну, там, где у них проходится курс фотографического искусства. Но это всегда же можно осуществить. Как говорил прапорщик Задов в свое время, мой один из моих любимых героев, Нагиева. А за сколько? То есть, если хорошая компания… Сколько у вас зал здесь большой? Человек 20-30? 40. 40. Вот, пожалуйста, 40 человек, если соберется. В клубе Виски Рунс. Соответственно, предпочтет рассказ не про Виски, а про искусство фотографии, по истории, по технологии. И чем-то другом почему бы мне не рассказать? Я тоже себя здесь прекрасно чувствую. Потому что в университете я не могу смотреть в пустые глазницы этих любителей ЕГЭ. Они скончатся очень нескоро. Поэтому тратить время на пустое как-то не хочется. Поэтому настоящие ценители могут организовать, если захотят. Другое дело то, что таких ценителей раз-два общался. Поэтому обычно с ними сталкиваешься при персональном распитии хорошего рома. Замечательно, что вы об этом сами заговорили, потому что давно уже планируем с вами провести клубный вечер с какой-нибудь дегустацией чего-нибудь вкусного. Ну вот, у нас открываются ромовые перспективы. Учитывая то, что все-таки потребуется некоторое время, чтобы отсоединить от этой корыстной Англии прекрасную Шотландию. Я думаю, это скоро произойдет, а когда она отсоединится, уже проблем никаких не будет. Этих прохиндеев, которые я считаю, что надо расширить пролив между Европой и Англией, так поглазга. Это всех избавит от массы проблем. Ну, оставим это на их выбор. Мы не можем оставить шотландцев под колониальным гнетом англичан. Я всячески за свободу Шотландии. Да. Кстати, удивительно, что ром обладает всеми свойствами вкусовыми вискария. Нет, у него даже чуть-чуть... Не чувствуется привкус стандарта такой для рома. Я, когда впервые оказался на плантациях сахарного тростника, из которого делают ром, и в момент его сбора для того, чтобы везти на вот эти заводы, где делают ром, я просто не мог надышаться. Вот когда свеже, скошенные, собранные вот эти вот стебли, это такой запах, что-то... Ну, это я понимаю, что мне скажут, это у вас ностальгия из детства. Привык полупьяный профессор все время ром пить с детства, поэтому и запах. Нет, но когда я попал в Южную Америку, увидел настоящие плантации сахарного тростника, это запах космический. Конечно, ром передает очень отдаленно это, но все-таки это и есть, он сохраняется. Вот это вот, когда гигантские площади этого срезанного сахарного тростника, и он пахнет, вот этот запах, который витает в воздухе, конечно, он создает потрясающую атмосферу. Так что... Я очень рада, что вам нравится этот ром. Кстати, история, как бы сказали многие любители виски, они называют не винокурни, а вискикурни, соответственно, ромокурни. История ромокурни Матусалева, на самом деле, интереснейшая. Она была открыта аж в 1872 году двумя испанскими предпринимателями, которые владели знаниями и навыками перегонки и дистилляций по технике солера, ну и привнесли всё это на производство Сантьяго де Куба. И прекрасно развивалось производство. 50% премиального рынка на Кубе оно занимало до 50-х годов. А в 59-м году случилось... Несчастье. Называется революция. Революция, да. Оно вредит вкусовым сосочкам. И производство всё имущество государства соответственно приватизировало. Сейчас там тоже производят на старой ромокурне ром. И дальше десятилетия, несколько десятилетий ветви семьи они боролись за право владения торговой маркой. В конце концов в 95-м году правнук основателя таки добился владения торговой маркой. И в 2002-м году производство перезапустилось, но уже в Доминикане. Причём доминиканцы смогли купить первый ром сами. Доминиканцы, на территории которого гонят этот ром, стали покупать его только в 2015-м году. А сам вот этот мотосорем инсолита это очень лимитированный тираж. В 2020-м году был первый тираж всего 3000 экземпляров. В 2021-м, поскольку прошёл тестирование, всем понравилось, уже 33 тысячи. И вот 1000 бутылок пришла в конце прошлого года на наш рынок благодаря сотрудничеству с торговым домом «Арома». Ну это сказочное. И скоро появится в нашем баре. Я как старый ценитель, просто большие ценители, как известно, «Арома», долго не живут. Это моя самая длинная фраза за наше интервью. Большие ценители «Арома» долго не живут, но вот поскольку я усумудрился прожить почти 50 лет, наслаждаясь этим напитком, могу сказать, что да, действительно, это выдающийся напиток. Вот без всяких дураков. Ну конечно, это субъективная оценка. Сомелье, носатые до 30 лет, они конечно меня там всячески раскатают. Но для меня, старого любителя этого напитка, могу сказать, это блестящая вещь. За производителей. Так какой ужасный вопрос вы хотели задать? Я люблю ужасные вопросы. Предпоследний вопрос. Какие удовольствия мы не получаем из электронного цифрового мира фотографии? Ну первое. Я обратил внимание, что некоторые девушки после того, как им приходят некоторые сообщения в метро на Лабуду, они его лижут, не знают с какой целью. Я точно знаю, что они вкусовых удовольствий не получают, только слизывают грязь своих пальцев, которыми не тыкали в эту гадость. Первое. Вкусовых нет. Второе. Слуховых хороших нет. То, что там происходит даже в хороших дорогих наушниках, это никакого отношения к музыке, звукам не имеет. Третье. Обонятельных нет. Никаких. А самое главное, где тактильные ощущения? Где тактильные ощущения? Вот, например, сберешь камеру, сделанную из красного дерева в конце девятнадцатого века. у нее мех софьян, выделанный высочайшими мастерами того времени в Сирии или в Турции. Оптика, объектив, сделанный лучшими германскими механиками и оптиками. Ты берешь это в руки и ты понимаешь, что ты в руках держишь историю и вещи. Те тактильные ощущения, которые рождаются в этих антикварных штуках, они вдохновляют не меньше, чем лучшие образцы фотографий. Почему? Потому что чувствуешь преемственность культурного наследия уже не одно поколение. Вот эта конкретно камера, этой камерой конкретно, которая стоит здесь, вот она, ей снимали скажем так парадные портреты Леонида Ильича Брежнева. Вот конкретно она принадлежала фотографу, личнику, который делал вот те самые портреты, которые потом печатались миллионами экземпляров и вешали во всех классах. То есть здесь чувствуется преемственность и мастерства, и истории всего остального. К сожалению, этих ощущений никакая самая новая камера, самая современная цифровая, я вот много лейками снимаю, всеми причем видами их, а не дает. Все-таки для того, чтобы было ощущение жизни, нужно эту жизнь жить. Ее нельзя позаимствовать из этой вот лабуды, как нельзя позаимствовать оттуда запахи, вкус, тактильные ощущения. То есть это не дается, это дается только предметами. Но для многих людей достаточно символа, поэтому существует известная проблема. имитация искусства. Три масляных полосы продают как высокое произведение. И реальное искусство. Для того, чтобы воспринимать реальное искусство, нужно людей учить. Учить это дорого, долго, к тому же не все научаются. Возникает вопрос, а что им предложить, если они не хотят учиться, не хотят понимать, не хотят знать, что с ними делать? Им дают суррогат. То есть к тому, что суррогат можно легко подменить, он простой. Ну, как вот хороший виски или хороший ром 15-летнего никак не заменишь реклифицированной водкой. Как ее не ароматизируй? Спирт синтетический, он и есть спирт. А вот это вот все, это не для всех. Ну, собственно говоря, я все время пишу книжки, которых я все время предупреждаю. Господа, если вы не хотите себе испортить жизнь, если хотите прожить радостно, производя гинокопии в смысле потомков, питаясь, работая, ездя на приличных машинах, живя в хороших квартирах, то, ребята, не читайте моих книжек, они о другом, они о настоящей жизни, которые к вам отношений не имеют. Спасибо за ответ. Ну и, наверное, последний вопрос, который касается непосредственно в том числе и лично меня. Мне просто очень важно узнать ваше мнение. Я его зачитаю, потому что Ром хороший. Когда мы готовили клубный календарь на 22-й год, мне пришлось наблюдать, как вы работаете с форматной камерой, параллельно шутите, рассказываете что-то, пьете виски. Так, наверное, Рихтер или Горовиц могут сыграть прелюдию Шопена, рассказывая о Дэске анекдоте. Причем на результат исполнения музыки это не повлияло бы. Получились замечательные фотографии. Развитие художника-творца это постоянное движение куда-то, движение вперед, рост, достижение. Когда человек добивается мастерства, что ему может быть еще интересно? Ему самое интересное, когда достигаешь мастерства достаточного, чтобы сравниться с величайшими образцами прошлого, возникает очень интересное ощущение. У меня была такая история в моей юности. Я, значит, хотел заниматься биологией и занимался к тому моменту, когда я уже созрел до того уровня, что пора поступать в институт. Мой отец настоял на том, чтобы я пошел по художественной части. шла речь о Строгановке. Ну, и я собираюсь подавать, соответственно, у меня много было живописных работ, графических, потому что рисовать я учился рано и научился рисовать хорошо в силу разных обстоятельств. Короче говоря, значит, вот дело дошло до того, чтобы поступать. Ну, и разговор с отцом. У меня их было всего за всю жизнь два. Вот один, значит, был такой. Я подготовил рисунки, там, все, ну, посмотрели, там, знакомые скульптора были, художники, профессиональные, уже известные личности, даже не буду называть их. И некоторые из них до сих пор живы. Ну, тогда они были в самом расцвете сил. И они посмотрели, ну, это сто процентов прохождения, поскольку часть из них преподавала, в том числе, я говорю, хорошо. И тогда состоялся памятный разговор моим отцом. Он говорит, ну, вот такой вопрос, вот ты рисуешь, там, у тебя графика всякая хорошая, и живопись, и акварель, и масло там всякое. А ты вот сможешь, как там, Рубинс? Не вопрос. Спустя много лет я оказался в кабаке, в котором Рубинс все время обедал. Я понял, что это действительно не вопрос. Там ровно такой свет, как на всех его картинах. Видимо, там кирял и запоминал вот эти цветосочетания и блики. Место хорошее, кстати говоря, просто очень дорогое. Я говорю, ну, в общем, можно. А вот как наш, говоришь, еще любимый дюрер, ну, гравюра известная вещь. Я говорю, ну, это можно, а лучше? Я говорю, а лучше нет? Он говорит, ну, не хрен тебе там делать. Он говорит, с отцом. Да. Или ты можешь быть лучшим, или не надо туда ходить. Это гамбургский счет. То есть, собственно говоря, так и надо решать. И когда тебе 17 лет, надо честно относиться к себе. Да, как дюрер можно, ну, не вопрос. Вопрос в другом лучше. Лучше – это значит, надо прожить жизнь более насыщенную, чем тот же дюрер. Но искусство – это же не спорт? Это не спорт. Там мышцы не растут. Но там растут мозги и навыки. Потому что самое главное в искусстве – это когда ты создаешь новое, того, чего не было в природе и в обществе. А если ты в искусстве, как и в науке, кстати говоря, если ты повторяешь что-то, ну, вот как сейчас все смотрят там фильм «12», мне стыдно об этом слушать даже. Ну, это же чужая схема. Это нельзя делать. Ты должен создавать, иначе ты не создатель, иначе ты плагиатор. Вот поэтому я считаю, что надо заниматься в том, в чем ты чувствуешь, что у тебя хватит твоей жизни и сил на то, чтобы создавать то, чего до тебя не было. Только в этом случае. Но это дело касается мальчиков, конечно. Потому что мальчиков спрос в 10 раз больше. А если они этим не занимаются, печально, они могут быть очень хорошими людьми. Но если речь идет о творчестве и о создании чего-то, то, конечно, надо подходить к самой высшей мерке. Жизнь-то закончится. 75 тысяч дней это недолго. И надо за эти 75 тысяч дней успеть сделать то, чего до тебя еще никто не сделал. Поэтому нужно подходить к этому очень объективно и очень ответственно. Не в том смысле, что твоя личная ответственность. Плевать всем на это. Речь идет о том, что время безвозвратно. И раз так, ты должен не только получать удовольствие от 15-летнего Рома, чего я всем, конечно, желаю, но и попытаться самореализоваться до так, как до тебя еще никто не смог. Но когда ты в своем мастерстве понимаешь, что ты достиг потолка, это такого не бывает? По-настоящему? Потолка нет. Если ты объективен к себе, то ты смотришь на сделанное, даже очень хорошо сделанное, то, что всем понравилось и всем леют. Но я имею в виду все, это не те, кто смотрит вот в эту лабуду, а те все, которые в состоянии это понять. Это как у Джека Лондона «С утра вставай, берусь я за дело, о господи, хоть бы не надоело». Да. Нет, а если ты видишь вот такие вещи, то ты прекрасно понимаешь, что даже идеально сделанное дело все равно может иметь продолжение. Поэтому... То есть, когда ты почувствовал такой дискомфорт от якобы мнимого ощущения потолка, не нужно расслабляться? Нет, нет, это просто значит, ты просто ограниченный человек. Если ты почувствовал потолок втворье, в творчестве, значит, надо что делать? Собирать манатки и идти... Не в творчестве в общем, а в направлении каком-то. Да, значит, надо менять направление или идти выращивать огурцы. Вот я с утра, например, сегодня их подвязывал, поливал. Мне кажется, это тоже не плохо. Хороший способ переключиться. А какая закуска? Спасибо вам большое за вашу деятельность, за ваше творчество, за ваши фотоработы, которые сейчас украшают наш клуб и за это интервью. Пожалуйста. Я всегда за. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ